Небольшое объяснение тут нужно. Это, конечно, сделано под сильным влиянием на время второй секции, которая посвящена в этой литературе. Но, собственно, назвать так нашу секцию можно было совершенно не потребить душой, потому что этимология, как известно, устроена так, что в ней практически любое явление является экзотическим. Это такая точечная наука, и ясно было, что каждое заинтересованное лицо сможет найти в своей практике топик для рассказа такого, который послужил бы к увеселению от дорогого юбиляра Вячеслава Всеволодовича. И мы хотели как раз развлечь и таким образом поздравить. Если можно, маленькое объявление перед началом, для которого я даю слово Кириллу Бабаеву. Это, наверное, еще один небольшой презент, который мы очень рады преподнести Вячеслав Всеволодовичу. В общем, у нас сегодня вышел, наконец, второй номер журнала «Вопросы языкового РАС-2», представительного редакционного совета, которого является Вячеслав Всеволодович. Мы очень рады его подожить. Здесь несколько материалов, несколько экземпляров еще осталось на столе. Многие о нем уже знают с первого номера. Еще раз напомню, что он посвящен вопросам сравнительно исторического языка знания, истории языка, языковых контактов. Мы надеемся, что этот журнал со временем станет, так сказать, ведущим изданием международной российской школы сравнительно исторического языка знания. Поэтому, безусловно, для нас очень важна и Ваша поддержка, и Ваше внимание. И с удовольствием будем сотрудничать с Вами как с читателями, и как с подписчиками, и как с авторами. А вот этот экземпляр я с удовольствием преподношу Вячеслав Всеволодовичу. Большое спасибо. В общем, первого у меня тоже нет. Начну первого, три, семь. Хорошо. У нас заявлено 9 сообщений, регламент 8 минут, а когда мы уложимся в это время, значит, приглашаются все желающие также выступить, и в первую очередь, конечно, Вячеслав Всеволодович. Тогда я, пожалуй, начну со своего сообщения, чтобы уже покончить с ним, а дальше в алфавитном порядке последуют остальные коллеги. Просто Илья Грунтов не смог прийти, он должен был быть первым по алфавиту. Значит, мое краткое сообщение посвящено, собственно говоря, протюркскому пантеону. Вопрос, который я себе ставила, это насколько мы вообще имеем представление о религии протюрков с точки зрения лингвистической реконструкции. Понятно, что в первую очередь тут должна работать данная лингвистическая реконструкция, потому что речь идет о языке протоэтноса, так сказать. Понятно, что... Да, ну кто такие протюрки? Протюркская общность распалась около рубежа нашей эры. Первым отвалилась булгарская группа, единственным потомком которой является чувашский язык. И, соответственно, когда я говорю про тюркский, это значит то, что реконструируется для всех тюрков, включая булгар. Когда я говорю общий тюркский, это означает то, что реконструируется для всех тюрков, исключая булгар. Значит, первые, собственно, тюркские памятники и восьмой век нашей эры. Да, сейчас будет. А его нет, да? Ай-яй-яй. Странно. Гошу попробуем. Ну ладно. Значит, Ну, собственно говоря, для протюркского состояния реконструируется около 30 слов, значение которых так или иначе связано с общением с посторонним миром. Ну, вообще считается, что древний тюркский пантеон, о котором мы получаем представление из наиболее ранних текстов тюркских, включал четыре божества. Можно показать, что это не совсем так, потому что одно из них, Ерсуп, это не божество, а попросту множество духов-хозяев местности. Хотя многие тюркологи даже утверждают, что древние тюрки представляли себе божество Ерсуп в виде полной красивой женщины. Вот никаких следов таких представлений, ни тексты, ни какие-либо более поздние данные не позволяют обнаружить. Вот. Ерсуп – это локальные духи, а в древнеуйгурских переводах буддийских текстов это попросту мир. Значит, Умай действительно, видимо, имя божества – это божественная мать. Вот. А я хотела поговорить про двух оставшихся лиц. Это, значит, Тенгри – верховное божество, и Эрклик – божество подземного мира. Вот. Ну, значит, начнем со слова Тенгри. Так. Он, может быть, фара не воспринимает, я не знаю. Ну, ага. Значит, я, собственно, хотела показать самую этимологию. Вот. Значит, Тенгри фонетически восстанавливается, в общем, формы восходят к двум прототипам, которые можно считать сингармоническими вариантами. Это Тенгри и Тангри. Значение – бог и небо. Ну, в общем, всем известно, что тюрки поклонялись божественному небу. Вот. Интересен разброс современных значений. Да, разброс форм тоже интересен. Значит, почти во всех языках, кроме древнетюркского, киргизского и горноалтайского, рефлексы этого слова небо не означают, означают только бога. Ну, понятно, причем бога, ну, часто мусульманского, да, потому что, как мы знаем сейчас, значительное число тюрк являются мусульманами. Вот. Форма разбросана тоже интересным образом. Оказывается, что мы имеем рефлекс заднерядной формы в чувашском, то есть вот этой самой булгарской группе, якутском, это второй по степени оторванности от остальных тюрк язык, и в агутских языках, которые, по-видимому, тоже, ну, по-видимому, являются действительно третьей по древности отвалившейся группой. Вот. А в... Которые, собственно, составляют у нас тюркскую периферию. В тюркском центре мы имеем сплошной передний ряд. Передний ряд мы имеем и в древнетюркском, это можно установить, потому что, значит, в надписях, где употребляется форма дательного падежа, значит, употребляется передний рядный вариант аффикса. Вот. Значит, ну, тут могут быть разные различные гипотезы. Мне кажется, что, в общем, можно считать, что уже в древний период произошла контоминация с другим корнем. Значит, есть тюркский корень тен, подниматься, парить, от которого есть тенек, название воздушного пространства, древнего июгурска. И, возможно, рифмовка с этим словом привела к появлению передний рядного варианта. Вот. Значит, что касается этимологии этого слова, то его внешние связи показывают связь с монгольским названием клятвы и тенгус с маньчжурским словом со значением молиться, приносить в жертву. И японское слово тоже клясться. Если алтайская этимология правильная, то, естественно, что мы для тюркского слова должны предполагать первичное значение Бог, а не небо, и предполагать вторичную эволюцию значения. Просто когда верховное божество в результате некоторого развития понятий становится небесным божеством. Такое изменение семантики можно наблюдать, например, у иранского митра, который был Богом общественного договора, а потом явно стал Богом солнца на восточно-иранской территории, потому что сейчас рефлекция этого слова значит в ряде языков солнца. Вот. Значит, есть совсем древняя фиксация слова тангры, а именно в языке сюнно, в западно-ханьских записях оно фиксируется вот явно в заднерядном варианте. Вот. Значит, в древних памятниках слово во-первых используется в буддистских и манихейских переводах в качестве эквивалента для названия для божества. Это баг салдейская, некто тахарская и дева, соответственно, санскритская, когда перевод санскрита. В собственно-тюркских непереводных текстах это слово иногда значит небо. Значит, это большие архонские надписи, где у нас выступает именно вот этот концепт, о котором всегда говорят церковь, а именно божественное небо. Надо сказать, что большие архонские надписи видимо делались китайцами технически, что наводит на некоторые подозрения. Вот. В собственно в енисейских хронических надписях слово тоже работает как небо в топографическом смысле. на синем небе были солнце и луна, на бурой земле были хан и государство. Вот. Но кроме того и в социальных терминах, что очень напоминает нам употребление савдийского баба, надо сказать. Вот. Интересно, что в туинских рунических надписях тувы, не будем связывать это с туинцами, слово фигурирует и как название бога, и как название неба, а в хакасских рунических надписях оно не появляется. Вот. Значит, существует легенда, психологическая легенда о существовании в древне-тюркском пантеоне богов луны, солнца, ветра, растительности, рассвета. Все это переводные манихейские тексты, для которых имеются савдийские эквиваленты, значит, савдийские, эквиваленты тахарские, так что ни к пра, ни к просто древне-тюркскому пансиону, конечно, этих товарищей относить нельзя. Вот. Так, у меня кончается время. Значит, я хотела сказать, что похоже, что основная функция тангри как в общетюркском, насколько это удается установить по малому количеству текстов, так и в булгарской ветве, где мы имеем специальное божество Пелехсей, раздаватель блага, который стоит рядом с Туро-Ра, этим самым богом. Значит, основной функцией этого божества является раздача удачи, что несомненно связывает его с тоже с иранским миром Бага. Ну и еще, значит, гипотеза относительно того, как этот бог стал богом неба, если он был богом общественного договора, как мы предположили в начале клятвы. Значит, мы имеем на этой территории проживание древних и прасов, сентюрк, нечто вроде языкового союза, в котором мы имеем в трех местах переход названия бога в название пардона, совпадение названия неба с названием бога. Это прасамадийский, в котором слово нум, которое значит небо и бог, появляется из прауральского нума, которое значит небо и сверху, но не бог. Праенесейский, в котором известное слово есть бог и небо, появляется из прасенкавказского слова, которое означает дух, и тюркский соответственно, с соответствующим переходом. Так, у меня уже кончилось время, я хочу сказать только, что Эрклик, это божество поземного мира, это, по-видиму, калька, полукалька с имени манихейского божества, цепит это манихейского божества Худау, которое означает что-то вроде автономный правитель. Слово Эрклик было в древнеугурском, оно не унаследовано ни одним тюркским языком в соответствующем значении, а Эрлик современных тюркских шаманских культов и буддийских является обратным монголизмом. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать. Спасибо. Можно дополнение? Да. Явно в тему, просто раз уж речь идет о... А это что? А это микрофон для эфира. А, понятно. Раз уж речь идет о языковых союзах, то тут, наверное, важно упомянуть про китайский, поскольку тут скорее типологическая параллель, потому что небо китайское, которое тянь, как известно, графически изображается как большой человек. И поэтому довольно старая идея, что вот как раз верховное божество неба, оно изначально было антропоморфным, а потом уже только стало неолицетворенным. И есть, естественно, и гипотеза о том, что это и корень тот же самый, но это плохая гипотеза, потому что там есть большие проблемы с тем, как реконструировать собственно древнокитайское слово. Но, кстати, эта штука чисто китайская, она совершенно не синотибетская, вот поэтому как раз может отражать какие-то алтайские контакты. Да, я, собственно говоря, в презентации, оно работает, так, собственно говоря, в презентации, если кто успел увидеть, было написано, что развитие в данном союзе, вот такое развитие значений, я считаю, возможно, индуцированным китайским культурным кругом, но вот если Гоша говорит, что и китайский тут может быть вторичным, соответственно, надо думать о чем-то еще. Я вообще хотела разговоры отнести на Платон, да, потому что со временем. Так, прошу прощения, значит, по алфавиту у нас дальше Владимир Антонович Дебо, у него хэндауты. А кто знает, как это включить? А нужно это? Так. Я на месте, когда идет на свидание. Идите сюда. Спасибо. Спасибо. Это исследование по ударению славного претерита в германском было вызвано тем, что я долго пытался объяснить и доказать, что стражательные причастия или отглагольные, в общем, прилагательные на Т, на ТО, на ТОС в германском имеют так же, как и в славянском две акцентных парадигмы. К сожалению, в германских у сильных глаголов первичных таких причастий очень мало. Причастия на ТОС сохранились лишь у слабых глаголов и встречаются только у претеритопрезентных глаголов и небольшого количества инвестированных глаголов с корнями первого класса, которые называют. То есть на сонанты и на гласные. Обычно, как только мы встречаемся с таким причастием, обычно были ссылки на влияние претерита. ну, допустим, кунт известный, дескать, под влиянием ударения стало на корни под влиянием претерита. Поэтому пришлось заняться и претеритом и распределить ударение претерита на два акцентных типа. один, значит, с ударением на корни и второй с ударением на формате то. Их по четыре глагола фактически во всех германских языках и с конечным ударением и четыре и с накоренным ударением также четыре. Вот. Характерным является то, что среди четырех баритонированных мы обнаруживаем явное соответствие славянскому и балтийскому ударению. Вот кунза, кунда и так далее, показывает ударение по латышской плавной интонации на коренное ударение, а также в русском языке по известному правилу, который в свое время ван бейк указал. Это во множественном числе, первого лица множественного числа ударения с подвижной акцентной парадигмы дают удвоенное М, а неподвижной на корену ударением дают простое М в формате первого лица множественного числа. Вул показывает баритонированные ударения по среднеболгарским и древнесербским текстам. Это владит ударение, а также по литовскому, древнелитовскому и прусскому по акцентуру в этих двух языках. И, наконец, третье слово. Я использую этимологию, в которой было предложено вуга и поддержано зуботы. это сравнение известного глагола «бегинна» с славянским «начать», «зачать», «почать». Штеггер отверг это сближение на том основании, что в глагольных корнях изменение по закону Винтера, по закону Вернера не проходит в начальном согласном. Дело в том, что это слово во всех языках, в том числе и в плавянском, и в германском, ну, всегда фигурировало с приставками на гласный, бегонный и так далее. В таком случае здесь мы имеем дело с уникальным развитием, когда ударение, стоящее на корне, дает по закону Вернера озвончение начального прикротивного и не дает озвончение в претерите парванте претерите, то есть имеет ударение также на корне. Ну, я здесь привожу примеры из славянских текстов, которые один мы относим к так называемой андской группе. Это вот восточно-болгарские тексты, только ударение в зачну нужно поставить удаление над первым ером. Оно не пропечаталось. И так же бучьем грамматикой у Крижанища. вот в то же время хороших четыре примера дают конечное удаление это от глагола подвижного типа, которые вот на обратной стороне приведены и точно соответствуют балтийскому и славянскому. Вот об этом я хотел сообщить. Спасибо. Вопросы какие? А, мы решили вопросы потом, да? Да, лучше. Хорошо, спасибо. наступление потом? А конкретные вопросы? В нашей компании вопросы всегда перерастают наступление. Да, спасибо. У нас Леонид Ефимович Коган. Так, у вас хендауты, да? у вас хендауты. Так. Не очень много. Вот. Который расскажет про интересное в терминах родства. Дайте мне, пожалуйста, один. Здравствуйте. Вот. Ну, как известно, может быть, многим, арабский язык различает систематические обозначения для дяди по отцу и дяди по матери. Дядя по отцу называется Ам, дядя по матери называется Халь. Вот. Ну, эта картина как в структурном отношении, так и в материальном обычно экстраполируется на общесемитское, на просемитское состояние, что, в частности, приводит к тому, что элемент Ам или Хам в клинописной передаче в древнееврейской и в других ранних западносемитских аномастических традициях обычно переводят как дядя по отцу, да, Хам-Мурапи, дядя доктор, Ам-Минадав, дядя благородный и так далее. В действительности для того, чтобы постулировать для слова Ам значение дядя по отцу на просемитском уровне или хотя бы даже на прозападносемитском уровне оснований нет, потому что соответствующий семантический сегмент занят на самом деле другим термином, занят термином ДАД, который представлен здесь у вас в хэндауте во втором разделе, Ну, как вы видите, очень большой набор терминов от Акадского до современных южноарабийских языков, собственно, практически во всех основных подразделениях семитских языков, кроме арабского, этот термин и представлен в этом значении. Вот, ну, трудно сказать, идет ли речь о прозападносемитском термине или о просемитском, потому что Акадские фиксации, которые известны сейчас, они собраны, все, которые бывают собраны в сноске один, потенциально могут быть объяснены как западносемитизм, хотя характер их дистрибуции скорее не благоприятствует такой точке зрения, потому что наряду с примерами из Мари и наряду с вот этой иблоидской лексической глоссы есть примеры, два примера из вполне основного мезопотамского ареала, в котором нарицательные заимствования западносемитских языков встречаются очень редко и может быть даже вообще практически не встречаются. Вот, таким образом, по крайней мере для прозападносемитского, а вероятно и для прасемитского вообще, в качестве обозначения дяди по отцу следует постулировать слово дад. Ну, естественно, поскольку этот сегмент оказывается занят, то довольно трудно поверить, что слово ам составляло ему конкуренцию в том же значении. Это кажется априори маловероятным. Вот, кажется заманчивым поискать для слова ам какое-то другое значение в рамках терминологии родства и предполагать в арабском семантический сдвиг или инновацию. И в самом деле рассмотрение имеющегося семитского материала позволяет предполагать весьма основательно, что настоящим древним значением слова ам является не дядя по отцу, а дед. Без различия линии это невозможно установить. Ну, вот, в третьем разделе хэндаута в шести позициях собраны данные живых и мертвых семитских языков, которые указывают на такое значение. Вот, тоже здесь очень большой разброс данных. Вот видите, есть современные живые языки, в которых это значение мехрии, джибали, в которых это значение деда можно пощупать руками, так сказать, услышать в речи носителей. Вот, есть большой свод разнообразных данных из мертвых языков. Под цифрой два собраны очень интересные примеры, клинописные, ну, как бы из аккадского языка, но не вызывает сомнения как раз в данном случае, что речь идет о западно-семитских заимствованиях. В основном это тексты из Мари, где западно-семитские заимствования как раз широко распространены. И эти примеры замечательны тем, что значение дед для амму или хамму в клинописной передаче устанавливается просопографически, то есть известны личности, которые имеются в виду, и из контекста понятно, что они называются внуками или наоборот дедами других личностей, которые тоже известны. Но самый парадный пример это апельсин и хаммурапи, вот, просто хорошо известная последовательность, действительно они являются дедом и внуком, и поэтому значение дед для хамму сейчас можно считать очень хорошо установленным. Ну, на древнееврейском, в древнееврейском языке слово ам, так сказать, с точки зрения классической лексикографии сохранилось только в слове ам народ, но в действительности давно тоже известно хорошо, что в Библии есть немало контекстов, немало типов контекстов, даже скажем, в которых это слово сохраняет древнее значение термина родства. Ну, и самый замечательный и знаменитый из них это формула, так называемая похоронная формула неэсав эль аммав присоединиться к своим аммим, присоединиться к своим вот этим аммам. да, ну и конечно значение дядя по отцу здесь выглядит потенциально неисключимым, но непривлекательным и наоборот значение дед выглядит очень привлекательным и оно составляет параллель к другому несколько более употребительному выражению неэсав эль авотав присоединиться к своим отцам. Недавно я понял также, что значение дед для амм позволяет очень интересно интерпретировать имя сына лота, который родился как известно от инцестуальной связи с его дочерью. Имя ему было дано бен ами сын моего амма, то есть сын моего деда, что может быть более прозрачным в этом контексте. Насколько я знаю это не предлагалось это интерпретация ранее. Ну очень большой интерес представляют данные под цифрой 4 и 5, потому что речь идет здесь о северно-арабийских идиомах, очень близких к классическому арабскому языку, но не тождественных ему о набатейском корпусе, это в принципе арамейский корпус, но там много арабских заимствований, его авторы были этнически арабским племенем, и надписи сафаидских бедуинов северно-арабийские. И там, и там тоже значение дед или прадед для Ам надежно устанавливается по разного рода соображениям, в том числе и просопографическим. Это показывает, что значение дядя по отцу для Ам является не только арабской инновацией, но именно узкоспецифической инновацией того идиома, из которого возник классический арабский язык. Даже в других близкородственных северно-арабийских языках древних, которые не оставили потомков. Это слово все еще значило дед или прадед. Значение Ам в южно-арабийских хипографических языках в сабейском, минейском и хадромаутском установить не так легко. Это нуждается в дополнительном исследовании, которое я намерен произвести. Это довольно большой корпус пассажей. Но, по крайней мере, в некоторых примерах, типа таких, которые приводятся в примечании 7, тоже, конечно, значение дед кажется, на мой взгляд, предпочтительное значение дядя по отцу. Ну, вот этому довольно большому корпусу свидетельств противостоит всего лишь три свидетельства в пользу значения дядя по отцу. Это арабский язык и два интересных, но довольно маргинальных свидетельств с значением тетя по отцу в сирийском и в тигре. Ну, то, что это в тигре арабизм, это почти очевидно для меня. Это язык, который очень насыщен арабскими заимствованиями, это совсем неудивительно. В сирийском, конечно, это несколько труднее предполагать, но тоже совсем невозможно в сирийском, классическом сирийском, немало ранних арабизмов. И тоже очень интересно, что в сирийском вот это слово амта, тетя по отцу сосуществует с, по-видимому, исконным словом дадта в том же значении. Вот. Ну, вот почему сохранилась именно тетя, или почему заимствовалась именно тетей, при том и в другом подходе лично для меня загадочно. Если есть какие-то предложения по этому вопросу, то я рад бы их услышать. Вот. Ну, я завершу свое выступление тем, что, конечно, интересно было бы понять семантический или культурно-исторический механизм этого семантического сдвига в арабском языке. Да, и здесь я должен сказать, что я его как раз нашел в книге Ивана Гухрилидзе индоевропейский язык и индоевропейцы, где подробно рассматривается полисемия проиндоевропейского термина, реконструированного авторами, как хауху, вот, и для которого постулируется значение одновременно дед по отцу и дядя по матери, вот, что, согласно, опять же, авторам, кажется естественным в рамках той системы родства, которую они реконструировали для проиндоевропейского состояния. Ну, как известно, арабская система представляет собой прямую противоположность этой системе, это эндогамная система с орто-кузенным браком, то есть, мой сын женится на дочери моего брата. Ну, и в такой системе как раз семантический сдвиг от дяди по отцу к деду выглядит очень естественно. Наоборот. От деда к дяди по отцу, простите, выглядит вполне естественным и полностью симметричным тому сдвигу или той полисемии, которую Вячеслав Селыч постулировал для проиндоевропейского. Спасибо большое. Следующий номер нашей программы Евгения Владимировна Коровина. Она занимается не совсем этимологией, но тоже довольно забавными вещами. Спасибо. Я не хотела порассказать. О некоторых типологических особенностях письменности Острова Пасхи. Остров Пасхи, ныне собственная щеля, был обнаружен в 1722 году. В общем-то, письменность на нем была обнаружена почти 100 лет спустя, то есть в 1862 году. До сих пор никто не знает, что там написано. В общем-то, мало того не существует и нормального каталога знаков, поскольку единственный каталог знаков, который более-менее хоть как-то существует, не отличает некоторой особенности этой письменности, о чем в дальнейшем. Письменность Острова Пасхи характеризуется, во-первых, направление письма единственное в мире первен, да и бастрофедон, а кроме того, огромное количество лигатур. Лигатура это слитное, наверное, так, ну, зверь, открывайся. Я хочу открыть рисунок, я понимаю, что это плохо. А что вы хотите? Я хочу открыть рисунок. Я хочу открыть рисунок, я хочу открыть рисунок, я хочу открыть рисунок. Вот, например, вот этот знак каталоги Бартеля трактуется как два знака, хотя его потенциально можно трактовать и как один знак, и как даже четыре знака. То есть, во-первых, вот этот знак трактуется как один, далее человек с рукой трактуется как другой знак. Возможно, интерпретация, она существует, что этот знак может трактоваться как даже, в принципе, три знака. Голова, тело и рука, в общем-то. Соответственно, существует и потенциально каталог, который рассматривает письменность Острова Пасхи, исходя из того, что знаки людей расчленяются таким вот довольно жутким образом. В общем-то, это, в общем, одна из особенностей, по которой довольно проблематично создать каталог, потому что непонятно, где кончается один знак, где кончается другой знак. В принципе, это довольно чисто графический элемент, как видно на этом примере. Тут, в общем-то, этот знак присоединяется к этому знаку, а тут к другому знаку, как и в другом тексте. Тексты, контексты одинаковы, поэтому можно считать, что, по идее, должно трактоваться одинаково. Следующая особенность, это то, что лигатуры бывают не только горизонтальные, но также и вертикальные, и они, в принципе, эквивалентны. Иногда пишется снизу, иногда пишется сверху, в каком-то следовательности не всегда вполне понятно. Это... А можно это как-то увеличить, в принципе? Спи. 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 Ть. Что-то не то. Угу. 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 Что тут? Угу. А где? Угу. 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 Сколько хватит? Ну, чтобы, хоть сколько-то... Угу. 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 Кроме того, одна из особенностей знаков является то, что они склонны изменять свое направление. Так вот это и вот это, как это было установлено, это один и тот же знак. Поскольку контекст одинаковый. Кроме того, в принципе, это три параллельные последователи. Тут не видно, но это так. Это не единственный пример. Кроме того, однако же... Вот еще пример на то, что знаки могут изменять направление. Тут рука находится слева, а тут справа. Судя по всему, это один и тот же знак. Однако же это скорее неверно для того, что направление именно вверх-вниз. Вот это, скорее всего, неэквивалентно вот этому. Поскольку в параллельных текстах направление сохраняется. Кроме того, это пример того, что этот знак, выделяемый Бартелем, как отдельный, исходя из параллельного контекста, можно считать, что это знак аллигатора вот этого знака и еще какого-то знака. В общем-то, кроме того, некоторые знаки довольно трудно отождествить, но эти знаки скорее к ним не относятся. Это особенности почерка. В общем-то, так таблицы можно классифицировать на два типа. В общем, и они довольно хорошо делятся. Во-первых, вот такое положение, в общем-то. И вот это, в принципе. Кроме того, некоторые знаки, если судить по параллельным текстам, могут заменяться друг на друга, но не вполне понятно как. Это, например, пример замены головы у знака. Это далеко не такой пример. Например, вот тут вот такая голова, судя по всему, она тождественна вот этой. И вот тут глава другая. А тут еще одна. Вот это и вот это вполне регулярно заменяются и бывает, в общем-то, наоборот. Наиболее часто заменяются знаки рук. Вот, например, вот на это. Иногда знаки рук опускаются. И из-за этого непонятно, одно это и то же или не одно и то же. В общем, вот это почему нельзя создать норму. Того, о чем я, собственно, и рассказывала. Извините. Спасибо. Дальше Олег Алексеевич Мудрак. Дальше Олег Алексеевич Мудрак. Тема моего выступления связана с кругом интересов ювеляра и посвящена она разбору не этимологизируемой или плохо этимологизируемой части лексики хетского словаря, а, собственно, лексики, связанные с едой и приготовлением пищи. Как оказалось, довольно большой корпус хетских лексем неидевропейских по происхождению находит этимологии в кавказских языках и даже, можно сказать точнее, именно в нахской подгруппе кавказских языков. Там отражаются фонетические развития и специфические фонетические переходы, которыми характеризуется только нахская подгруппа северно-кавказских языков. В данном хэндауте, который я раздал, представлена выборка примерно из третьей хетского большого словаря чикагского, где рассмотрены названия еды и их этимологии. И вырисовываются очень замечательные параллели, в том числе, например, удается понять некоторые специфические рецепты. Вот рецепт приготовления ткемали, там этимологизируются все слова, входящие в данный рецепт. Выясняется, что там используется то ли яблочный уксус, то ли яблочное пюре, что используется груша, что используются побеги молодой сливы и используется ароматическая травочка, добавка. Есть часть, выясняется, что, например, название одного из пирогов, по-видимому, связанного и известного нам как хачапури. Это сырок с сыром, который здесь идет под хетское нухзи, а навское, чеченнегусское, будет нехчей. Отмечаются некоторые также другие замечательные схождения. Сюда в этот список попала часть анатомической лексики, которая тоже связана с едой, которую, может быть, употребляли в пище. Но выбор к анатомической, это отдельный вопрос, там тоже есть очень много параллелей. Но здесь интересно название хетского мухарак, или мухра, которая считалась частью тела животного, и которым характеризовались разные крупный рогатый скот, овцы, ягнята и мыши. И в отличие от других частей тела, вот эту часть тела нельзя было готовить на открытом огне. А эта анатомская является молхар, который значит жир и сало. И действительно, жир и сало мы не можем готовить на открытом огне, стечет. А то, что характеризуются разные животные, которые имеют жир и сало, и мышь. Ну, с мышью надо смотреть, как текст, то ли это шутка, то ли это в зубах у мыши кусочек жира или сала. Я не знаю, про это не готов сказать. И очень много получается лексики связаны с хлебными продуктами, с продуктами из лаков. Часть внутренних органов и молочные продукты, которые, значит, характерны, получается, для хетской кухни. Ну, и под конец, там даны три темологии, которые тоже, ну, просто, если у нас выступления связаны с радостью темологии, то вот как раз бы хотелось на них обратить внимание. Есть хетское слово «мужни», которым, значит, характеризуется качество женщины. А текст такой, что вот у мужчины, у него, значит, мужество, здоровье, любовь к оружию, там, перечисляется. А женщина характерно, значит, своим материнством, любовью и этим «мужни». Это анахская мушока от мужчин, которые, значит, работают или работоспособность. То есть мужчина славится силой и всем таким, а женщина работоспособностью. Вот еще интересный контекст, там слово было непонятно. Там рассказывалось о том, как уборщик на дворе скребет ногами, ну, идет, и что-то поднимает. А поднимает он просто пыль, которая анахская не вхо, а хетская здесь не хуш, которая, значит, ссор, соринка, мусора бросает. То есть идет, скребет ногами и поднимает пыль. И вот еще замечательное анахское слово «шата», значения которого были не очень понятны, потому что оно фиксировалось в двух контекстах. То в качестве утвари и инструментария, а то в качестве анатомического термина. Ну, первым делом у всех носителей индоевропейского языка, ну, или не у всех, в голову приходит сближение там лопаты и лопатка, но там это оказывается не так, потому что это часть тела, которая расположена внизу. Это слово тоже имеет нахскую этимологию и соответствует нахскому «шатга», которая, значит, вилы, и, соответственно, сельскохозяйственная утварь – это здесь вилы. И вот эта часть тела внизу, которую нужно подмывать или изгонять духов, это является развилкой или промежностью. Собственно, там контекст такой, что нужно сзади изгнать духов сляжек, внизу, значит, из промежности, спереди, из груди, там и кончиков, ногтей. Вообще, это, говорю, это не полная выборка всех хетских названий пищи. Это, я думаю, там будет еще и дальше, и побольше. А просто корпус нахскохетских сближений, именно в нахской фонетике и с нахско-семантикой, а не общей северно-кавказской, никакой, дорогой, он довольно-таки велик и показывает, что, по крайней мере, на территории хетского царства или рядом с ним жили люди, говорившие в улнавских языках, которые и служили источником заимствования части лексики в европейский хетский язык. Дальше мы... Должен был бы Кирилл Юрьевич Решетников, но вот что-то я его не вижу, поэтому сейчас, пожалуйста, Георгий Сергеевич Старостин. Работает? Я не очень толком, на самом деле, успел понять, чтобы такого подготовить к разделу по экзотическим явлениям в этимологии. Поэтому я скажу несколько слов на тему, которая Вячеслав Всеволодовичу наверняка чрезвычайно интересна, поскольку она имеет отношение к синокавказским языкам и к общей синокавказской и ДНК проблематике. А подогнать её под название раздела нашего круглого стола можно, пожалуй, только если его переименовать в экзотические явления в этимологизации и как с ними бороться, скажем так. Дело в том, что недавно как раз мне пришлось заниматься этой проблематикой, и поскольку некоторую популярность приобрела в Америке гипотеза о генетическом родстве генесейских языков с языками на ДНК. И уже на нескольких даже конференциях по языкам на ДНК специально всплывала эта тема. Её разрабатывает сейчас активно Эдвард Вайда, специалист по кетскому языку. И ему даже удалось найти определенную поддержку в академических кругах, а также в популярной прессе. При том, что, конечно, идея о родстве языков на ДНК с генесейскими, а также с рядом других языковых семей Старого Света, она не нова. Но вот он умудрился её представить в несколько новом свете, так что она смогла заинтересовать более широкие круги. И в частности это было связано с тем, что по его утверждениям ему удавалось установить фонетические соответствия между кетским языком, сначала кетским, потом он всё-таки стал склоняться больше в сторону проенесейского, реконструированного, и я катапасскскими и тлингитом на материале как базисной лексики, так и культурной лексики. В частности, вот сейчас я просто выведу пару примеров. Значит, на самом деле, начало экзотической этимологизации было положено даже не Вайдой, а Меритом Руллином, у которого любимый пример был слово для берёзы и берёзовой коры, которое на кетском языке будет «кэй», для ия катапаскского реконструируется в виде «кэй» с угулярным абруктивным «кэй» или «кэй». Это был такой классический пример, которым он очень любил размахивать, как этимологии, совершенно эксплицитно доказывающие не только просто родство, но и особую близость именно енисейской ветви сина-кавказского к Надене. Кстати, эту этимологию Вайда принимает, хотя он отвергает подавляющее большинство этимологии Руллина, но вот конкретно этот пример он принимает. При том, что на самом деле там далеко не всё так просто, потому что кетское «кэй» при привлечении ещё кодских данных скорее должно реконструироваться как «хэуэ» на проенесейском уровне, что немножко путает карты. Это не значит, что данная этимология в принципе неприемлема, но вряд ли на основании, вряд ли ей можно размахивать как таким флагом, который совершенно эксплицитно и однозначно позволяет нам постулировать здесь близкое родство. Ну вот Вайда, в частности, добавлял к этому другие флаги, которые относятся как раз к области культурной лексики. И даже были там чудесные газетные публикации, что как Каноэ разрешило вопрос о внешних связях языков американских индейцев. Потому что вот в числе его этимологий была детская «тий» «лодка», которую он сравнивал с атапасхским корнем «чуих» «лодка», а также было очень важным пунктом в его рассуждениях было то, что между енисейскими и наденеязиками устанавливаются замечательные лексические параллели в области не только, собственно, скажем, объектов транспортных средств, но даже их частей. В частности, приводился вот пример на кецкое «тея», «чея», «кросс-пис» — это поперечная перекладина в санях, которая якобы соответствует реконструируемому для прана ДН корню «кияу» с тем же значением. Вот эти примеры все мне пришлось довольно детально разобрать в своей критике. Оказался как раз очень интересный случай. У него было порядка 60-70 лексических сопоставлений. Из них проверку на, скажем, на нормальность соответствий выдерживают в основном слова, относящиеся к базисной лексике. А вот все культурные как раз термины типа «саней», «лодок», «частей саней», «частей лодок», «весел» — еще чего-то, такую проверку не проходят при этом на самом элементарном уровне. Ну вот, сейчас я просто покажу из кусочка текста. Значит, соответствия устанавливаются им замечательным образом вот так. На ДН «кв» соответствует кецкому «т» перед передними гласными и кецкому «д» перед остальными гласными. При этом на ДН «г» соответствует кецкому «дж» перед передними гласными и кецкому «г» перед задними гласными. То есть получается полнейшее отсутствие системы какой бы то ни было. Сами по себе переходы далеко не все типологически вероятны, но при этом еще ситуация осложняется полным отсутствием системы и какой-либо системности в его соответствиях, при том, что каждое из этих соответствий иллюстрируется в среднем двумя-тремя примерами, к которым еще добавляются семантические проблемы. В частности, вернувшись к тому, о чем мы говорили, вот это чудесное слово, которое означает «перекладина», если его внимательнее посмотреть на собственно генесейском уровне, то там очень хорошо, во-первых, получается с привлечением диалектных данных, а также данных кодского языка, что его нужно реконструировать не как «че», а как «чеке», а во-вторых, что семантически его исходное значение это просто кусочек дерева или щепка. А корни типа «чак», «чек» со значением «строгать», там «щепочка», «кусочек дерева» это вообще очень распространенная вещь в разных языках, никакого специфического отношения к «перекладине саней» не имеет. Это раз, и вряд ли совместимо с этим корнем на ДН, это два. Вот таких, такого рода рассуждений довольно много. Они, как я подозреваю, в общем-то сделаны для, как-таки, flourishes, для того, чтобы с помощью подобных экзотических этимологий, можно сказать, можно было, ну, не скажу вешать лапшу на уши публике, но, во всяком случае, вводить ее в некоторое заблуждение. И, значит, в процессе, собственно, этой критики мне пришлось защищать, в частности, синокавказскую гипотезу как таковую, которая не останавливается на возможном родстве между енисейскими и над иные языками, а сравнивает, в первую очередь, енисейские языки с другими семьями старого света, в первую очередь кавказской, северно-кавказской и сино-тибетской, а также рядом языков-изолятов. В процессе этого пришлось вернуться, скажем, к лексико-статистическим подсчетам между языками сино-кавказской семьи. И оказалось, например, что уж если мы хотим настаивать на бинарном сопоставлении, на том, чтобы выяснить, кто же из всех этих возможных кандидатов является ближайшим родственником енисейских языков, то совершенно эксплицитно можно дать на этот вопрос ответ, это язык Бурушаски в фамилии. При том, что Бурушаски является изолятом, три его известных диалекта достаточно близки друг к другу и особенно много там нареконструировать не удается, тем не менее, даже на основании стасловного списка там обнаруживаются вот такие вот замечательные заглоссы между Бурушаски и енисейскими, как есть, рука, нет, имя, которое, пожалуй, это один из самых сильных изоглосс в стасловном списке между какими бы то ни было двумя парами сино- или дне-кавказских языков. Ничего подобного между енисейскими и над-эне, например, не наблюдается и, скорее всего, наблюдаться не будет. Более того, даже в процессе нашлась вот такая замечательная морфологическая заглосса для слова имя, которое на кодском языке будет их, множественное число икн, на Бурушаске будет ик, множественное число итин, очевидно, из икин с калатализацией. То есть это совершенно нормальное сопоставление. Кстати, изоглосса это эксклюзивно Бурушаско-Енисейское, само слово имя, оно не присутствует в других сино-кавказских языках, возможно, было совместной Енисейско-Бурушаски инновацией, а как раз показатель множественного числа вполне можно реконструировать также общий для обоих подгрупп, хотя в Бурушаске этот показатель множественного числа лишь один из огромной серии подобного рода показателей. Надо сказать, что и, например, система местоимений Бурушаски из всех систем возможно напоминает более всего систему Енисейскую. В первом-втором лице прямая и косвенная основы Бурушаски вполне сопоставимы напрямую с соответствующими прямыми и косвенными основами в Енисейском. Такой четверной, скажем, изоглоссы не удается столь же хорошо установить ни для какой другой пары языков внутри рассматриваемой макросемьи. Удивительным образом почему-то вот этот момент проскочил мимо тех, кто оценивал идею ДНН Енисейского родства с точки зрения статистики вероятности и чего бы то ни было, но когда она была мной озвучена на конференции в Беркли, в общем, как мне показалось, она произвела довольно большое впечатление на окружающих. Уж не знаю, будут ли сделаны по этому поводу какие бы то ни было выводы, но факт тот, что здесь вот в Енисейско-Бурушасском сопоставлении никакой особенной экзотики нет. Базисная лексика есть, есть местоименная парадигма, нет никаких лодок, нет никаких поперечных перекладин и так далее. Есть какие-то, конечно, культурные сопоставления, но они не так чудесно бросаются в глаза, как идея того, что для двух дальнородственных семей можно восстановить и лодку, и часть лодки, и сани, и части саней, и там, не знаю, упряж, и что-нибудь еще. Поэтому вот в таком же чудесном виде Енисейско-Бурушасское сопоставление может быть для общей публики невозможно представить, но оно, безусловно, мне кажется гораздо более убедительным, надежным и исторически правдоподобным, нежели особое родство, особо близкое родство между ДН и Енисейскими. Все, спасибо. Надежда, это твой оппонент не в Эре-то учился? Нет. Очень похоже. Так, Антон Владимирович Семерлинг, пожалуйста. Я по алфавиту? Да, это по алфавиту. Спасибо. Уважаемые коллеги, я приношу извинения тем, кто слышал версии, в предыдущей версии моего анализа, речь идет о сближении германской акцентуации с балтославянской и конкретно об одном корне. Меня слышно? Это, если брать русский тимон, то блевать, если брать германский тимон в самом известном германском языке, а именно готском, то это блигван, который, как я полагаю, читался готами на определенной стадии, как блигван. Соответственно, моя задача объяснить, каким образом блевать соответствует готскому блигван, который, конечно, не значит блевать, а значит примерно бить и лупить. В пункте 1 хэндалта как раз приводится в четырех колонках таблицы, соответственно, реконструировано на германское значение корня блеуа. Дальше реально засвидетельствованные примеры, не так их много. Это готский и скандинавский, причем в скандинавском мы видим отыменные образования, в том числе интересное прилагательное блюгар, который в христианских текстах значит кроткий, а в некоторых других текстах, по-видимому, значит забитый. И есть существительное клин, колышек, вот то, что забивают. Есть древнесаксонская форма и есть немецкий и древневерхненемецкий и средненемерские глаголы со значением бить. Проблема в том, что по западно-германским текстам, конечно, рефлекс закона Хольцмана показать достаточно трудно, а он весьма важен для сопоставления с балтославянским. Итак, балтославянские параллели в колонке 3, они показывают достаточно наглядно, что данный глагол относился к подвижной парадигме, акцентной в балтославянском. Ну, тут, правда, примеры в основном из славянских языков, но не только. Значение балтославянские, ну, блевать, как вы видите, не было бы хорошо, если бы еще балтийские языки показали значение блевать, но вот этого нет. Я дальше скажу, почему это в некотором смысле является подтверждением этимологии. И, наконец, на основе покорного значения. Поскольку у меня 8 минут, я сразу опущу преамбулы и скажу, что наиболее вероятное, мне кажется, значение, базовое значение индоевропейского корня бхлеу, бхлей, бхле, это распухать, увеличиваться в объеме, воспаляться. Таким образом, и германское, и балтославянские значения являются вторичными. Это семантические переходы, может быть, не за один шаг. Тут значение дуть, и извергаться шумом, и буйно свисти, и бить, громко лупить. Для того, чтобы шаржировать этимологию, нужно было еще приводить, вот, зачитывать все примеры, которые есть в последней колонке, также вспоминать слово фаллос, тоже относящееся сюда, естественно, вспухающее, и иногда пригодное для того, чтобы кого-то избивать, и так далее. Я это все опускаю, поскольку моя задача совершенно не состоит в шаржировании покорного этимологических словарей, напротив, я предполагаю, что это правильное соответствие, и семантические переходы тоже правильное. Так, пункт 2, почему вообще этим стоит заниматься, какая здесь перспектива? Перспектива здесь та, что соответствие германских слов, как показано Владимиром Антоновичем Дебо, ну вот, почти полвека назад, страшно сказать, почему-то, почему германисты полвека и индоевропейсты не реагировали, я тоже объяснить не могу. Так, соответствие германских слов законом Хольцмана в Балтославянском имеет подвижную акцентную парадигму, а германские корни без закона Хольцмана соответствуют балтославянским словам с неподвижной акцентной парадигмой. Сразу перехожу к тем корням, которые подтверждают эту гипотезу. Это глагольные корни, при этом Владимир Антонович и я подсчитали количество примерно 10 на 10 их получается. То есть, вот если даже брать на совершенно вслепую то, что есть в русском языке, доить, жевать, ковать, диалектное бруить, также сновать, травить, ну и блевать сюда отнести, то и непосредственно соответствует предсказанию является исторически относящимся к мобильной акцентной парадигме. Один корень не представлен, два корня быть и плыть претерпели акцентную перестройку. Ну и значение неподвижной акцентной парадигмы, что важно для слов с тем же сегментным базисом, то есть слов с индоевропейским долгим дифтунгом или запишите то же самое в ларингальной транскрипции и получите тот же результат, если вам больше нравится. Сеять, веять, шить, успеть, баять, маяться, знать, греть, это вот контрольная группа. На второй стороне хэндаута я указываю значения первой и второй группы. Ну, я в пункте неподвижные значения, разумеется, подвижные значения и неподвижные значения, это чистейшая воды метафора и может быть не очень аккуратная. Просто имеется в виду значение глаголов, относящихся к подвижной акцентной парадигме, неподвижной. Итак, сразу вывод. Значения подвижные слов, относящихся к подвижной акцентной парадигме, гораздо сильнее расходится между германским и балтославянским. Вот смотрите, например, номер пять, варить пиво, германское значение, и балтославянские значения, стремительно течь, жужжать. Ну, также номер шесть, бить, ударять, изудеть, расчесывать. Спешить, номер семь, это германское, и номер восемь, сновать, ну, то, что есть в русском и тимоне, славянском. Иногда значительные есть расхождения между славянским и балтийским. Ну, о чем это свидетельствует? о том, что, по-видимому, общими для германского и балтославянского были и тимоны, но не значения. То есть, это позволяет исключить заимствование в большинстве случаев отдельных лексем с акцентуацией в результате контакта. Что касается неподвижных значений, то, вот смотрите, плевать, плевать, шить, шить, сеять, сеять, веять, веять, подаваться, удачно идти, вроде бы, отличается от балтославянского, но там значение спеть, поспевать, быть в состоянии. Хвалиться и баять, согласитесь, очень небольшая семантическая дистанция. Знать, знать. Ну, вот 8 отличается. Вырывать шерсть, это действительно точная акцентологическая и темологическая параллель, но значения отошли. Вырывать шерсть и насыпать, вырывать землю. Здесь технический термин в германском и нет технического термина в балтославянском. Почему, не могу сказать. Но вот маяться опять точно так же. Это тоже значение. Глагол параллель 11 вообще нужно, по-видимому, исключить. Она сюда не относится. Итак, как это все объяснить? Существует вот такая оговорка, я сейчас скажу, я подошел к последнему пункту моего хэндаута. то, что закон Хольцмана собственно, это название для двух разных явлений. Первое это удвоение полугласного е и вы после слов с определенной сегментной базы. Это общегерманское явление, по крайней мере пангерманское. И второе то, что только в год со скандинавском это удвоенный глайд превращается в смычный ГУВ. Вот такое возражение от германистов, которое на самом деле скорее подтверждает то, о чем я рассказываю. В годском и скандинавском могла быть дистанция временная второй фазы, то есть развитие вторичных геменад где-то 600 лет или больше. Но поскольку речь идет вообще о первой фазе, вторая фаза нужна нам лишь, чтобы подтвердить, что удвоение глайда в словах с вот этим самым предположительным европейским долгим дифтонгом было. То есть здесь даже то, что германские языки развиваются параллельно в отношении закона Хольцмана, это скорее является подтверждением при одном условии существенном, которое не доказано и в общем-то в учебниках германистики и в курсах германистики об этом обычно говорить запрещают. То, что германские языки вообще сохраняли ударение. Ну, вот в начале хэндаута у меня очень подробная работа, ну, такая, статья на 60 страниц, опубликованная в 2007 году, есть еще на моем сайте разные мелкие статьи, ну, публикованные они в соответствующих местах. я сейчас скажу свой вывод, что и закон Хольцмана, и закон Вернера, который состоит в озвончении, ну, вот, по-видимому состоит в озвончении эсперантов перед ударным гласным, отражает не диахронию, не предысторию германского, а синхронию германских языков. То есть, в каком-то, может быть, деформированном виде ударение существовало в германских языках в первом тысячелетии нашей эры, где-то в районе 200-го, 400-го годов, по крайней мере. Вот, если мы посмотрим, проанализируем в терминах тайминга, мы даже можем дать фонетическое объяснение и хольцмановским эффектам, и вернеровским, и некоторым другим. Ну, вот, ясно, что закон Хольцмана просто в словах с аспирантной основой быть не может. Что мы тут имеем? При ранном тайминге озвончение, при нормальном позднем тайминге закорневого ударения мы имеем колебание, то есть, непоследовательное отражение верно, где есть верно, где нет. Но закорневой слог безударен, не имеем, соответственно, никакого озвончения. Полугласные, это вот хольцмановские вещи, удвоение, ну, вот, посмотрите, что будет, если будет нормальный тайминг. То же, что есть в германском. Готская блигван, но этимологическая параллель, английская blow с отсутствием сокращения долгого гласного, то есть, по-видимому, в этом корне, в германском было колебание. Это подтверждает традиционную точку зрения германистов, что утрачивалось ударение, и то, что не совсем утрачивалось, где не утратилось, в гоцком языке, в котором, по мнению германистов, ударение подавно. Нет, вообще он такой дефектный, не дефектный, извините, как раз видно, что было. Ну и если закорневой слог безударен, нет сокращения, это неинтересный случай. Ну и, наконец, база с основом на сонорной, там при раннем тайминге, то есть, последовательный случай удвоения n, ну вот, мало последовательных таких рефлексов. Готская lund со значением выкуп, ну, по-видимому, lund нас, общегерманская, и гоц, общегерманская кинвус, традиционно реконструируем ударение на у основе, вот здесь, гоцкая киннус, имеем гиминату симилитивного акцентного характера. При нормальном тайминге непонятно, что мало материала. Вот, собственно, то, что я хотел сегодня сказать, то есть, заимствование при вот расхождении значений, заимствование отдельных лексем маловероятно, а вот наличие такого красивого соответствия 10 на 10 скорее говорит о том, что вот фрагмент морфонологии или акцентологии был общим для германских языков и болтославянских, чем бы это ни объяснялось. Илья Сергеевич Якубович так что так что по-анужам оigen оены депутаты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так и в силу того, что железо не должно рефиксироваться для праосемитского по, собственно, историческим соображениям. И, в частности, Вячеслав Всеволодович в своей книге, написанной совместно с Ганкрелидзе, индоевропейский язык и индоевропейцы, приводил ряд интересных ареальных параллелей для этого слова, из которых наиболее соблазнительной, пожалуй, является сванская береж с тем же значением. Продолжение следует... 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 где чёрное железо употребляется совместно с лазуритом. Таким образом можно предположить, пока это только предположение на этом этапе, что парца соответствовала шумерограмме анбарге 6, то есть чёрное железо. Теперь что такое чёрное железо? Традиционно чёрное железо предлагали считать метеоритным железом на основании того, что у метеоритов бывает чёрная корка, когда метеорит при прохождении сквозь атмосферу, железный метеорит оплавляется. Данный анализ, однако, не подтверждается распределением. Объектов, называемых анбарге 6 в, собственно, хецких текстах. Как выясняется, в основном анбарге 6 используется или для различных мелких изделий, или для ювелирных изделий. Тогда как, собственно, железо анбар часто использовалось в период хецкого царства для достаточно крупных предметов, таких как бассейн для умывания или железный трон, который, как известно, царь Пурусханды был вынужден подарить завоевателю Анитти. Поскольку метеоритное железо явно должно было являться более редким и более дорогим материалом, чем железо, получаемое в результате выплавки, такое распределение предполагать труд. Также непонятно, в общем, откуда берется черный цвет, потому что считать, что метеоритное железо называлось анбарге 6 по его черной корке, это все равно, что предполагать, что кто-то будет называть мороженое коричневым льдом на основании существования эскимо. Напротив, я предлагаю альтернативную гипотезу. Анбарге 6, черное железо, вовсе не является метеоритным железом, а скорее является железной рудой, магнетитом, феррум-2О3, или, возможно, гематитом, феррум-3О4, который действительно часто бывает черного цвета. Мы знаем, что месторождение обоих руд присутствует на территории Турции, в частности, знаменитые черные пески на южном побережье Черного моря, как раз обязаны своим цветом, происхождению из железной руды. Мы также знаем, что этот материал, в особенности гематит, очень часто использовался для различных украшений на Древнем Востоке, в частности, есть большое количество гематитовых печатей. Ну и, наконец, это позволяет нам достаточно хорошо объяснить деривацию слова пардзиллю в акадском языке. Если мы считаем его заимствованным из гипотетического лувийского пардзилли, то здесь мы имеем дело с адъективной деривацией нечто произведенное из парца. Довольно естественно, что железо может быть произведено из железной руды. Последнее, о чем я хотел бы сказать, это объяснение того, при каких обстоятельствах это слово, собственно, попало из анатолийского, в данном случае из лувийского, в акадский. Речь идет о периоде интенсивной торговли ассирийцев в Анатолии, который мы иногда называем колониальным периодом или периодом Карум, приблизительно в период между двумя тысячами и тысячу восьмистами лет до нашей эры. В этот период, как я предполагаю, ассирийцы, импортировавшие олово и текстильную продукцию в Анатолию, столкнулись с существовавшей там технологией, которая отсутствовала на их родине, а именно производством железа из железной руды, а не только из метеоритов. Метеоритное железо существовало в Месопотамии и раньше. Для того, что железо из руды в этом регионе начало производиться именно в Анатолии, существуют независимые подтверждения, которые в частности обсуждаются Вячеславом Всеволодовичем в его книге о названиях металлов. Таким образом, поскольку они столкнулись с новой реалией, не существовавшей на их родине, было заимствовано новое слово для железа – парзиллю, которое первоначально являлось экзотизмом. И действительно, в старо-ассирийских текстах слово парзиллю встречается гораздо реже, чем его синоним амуту, вероятно, первоначально использовавшийся для метеоритного железа. Впоследствии, с распространением технологии выплавки железа, слово парзиллю постепенно победило старое слово амуту и стало нормальным словом в аккадском языке, а вслед за ним и во многих других семитских языках. Спасибо за внимание. Сейчас, по-видимому, можно начинать уже, собственно, круглостольную часть нашего... Я недалеко от пришел, у меня уже есть круглостольная... Ага, я хотела сначала дать слово Вячеславу Семову. Конечно. Я хотела... Может быть, вы видели в каких-нибудь моих публикациях, но я это решался только в предаточных предложениях упомянуть. А поскольку название экзотическое как будто разрешает полет фантазии, я позволяю себе вернуться к тому, что я несколько раз предлагал, но так пока не знаю, насколько всем это кажется просто излишней смелостью моего воображения. Я тоже начинаю с хетской предполагаемой этимологии. В древнихетских текстах есть одно до сих пор необъясненное слово. Оно пишется как анту. И представьте, я предлагаю объяснить его значение на основании хатско-хетских билингов. Есть гимны в честь царю, которые мы знаем во многих хатских версиях и знаем в хетских переводах. Там говорится, что пусть славится царь, славится царица, там члены царской семьи. И то, что по-видимому, по-хатски означает весь народ, всё племя, всё со множеством людей. И вот в этом месте, в хетском переводе, будет это анту, который остаётся, однако, непереведанным. Поэтому я предлагаю, вот как раз для этого периода, который сейчас упомянул Илья, для периода Карума, там есть довольно много хетских имён, в которых второй элемент хсу, иногда, очень редко хс или хса, это соответствует хетскому хас, то есть сложные слова, в которых второй элемент хсу, но иногда хса, означает рождённый. В таком случае необъяснённая до сих пор, с точки зрения этимологии, обычная хетская, хорошо известная, главное слово для человека, анту, хса, означает рождённый от племени, рождённый от народа, от собрания всех людей, что имеет огромное количество этимологий. Я когда-то писал несколько раз об этимологиях слова «человек» в разных традициях, ну и вы знаете, что и славянское «человек», скорее всего, это родственно вторая половина «вайкос» литовскому, а первая половина «корень челядь» и так далее. То есть примерно то же самое значение. Ну, в таком случае, если действительно анту, в антух, хса, человек – это народ со множеством людей, ну, то, что в древнерусском языке люди, знаете, замечательная идея Виноградова, что в древнерусском языке не было отдельного человека, а было только люди, как у Мандельштама в стихах «Были мы люди, а стали людьё». На самом деле «были людьё, а стали люди», если стали. Так или иначе, похоже, что исходное значение «анту» такое. И в таком случае греческое «антропос», которое восходит, как мы сейчас знаем, к мекенскому греческому «антроквоз», то есть это тоже сложное слово, явно, независимо от того, как мы можем толковать «роквоз», но «ант» – бесспорно первая часть сложного слова со значением «человек». В таком случае, осторожно скажем так, в двух очень древних индоевропейских языках, в мекенском, греческом и хецком, слово «человек» – сложное слово, имеющее первым элементом «ант». Я вам предлагаю сравнение этого с известным в целом ряде языков гораздо более южных, чем Средиземное море, на основе, вам хорошо известно, из «банту», где вы знаете, «ба» – это префикс, это стандартная вещь, то есть, несомненно, что основа «анту» имела значение «человек» или «люда». Вот мне кажется, что это одна… Знаете, это в духе, конечно, сегодня Гоша убедительно говорил относительно того, что приятно для массовой культуры. Я понимаю, что такая этимология тоже в духе популярных идей, там, чёрная Афина и так далее, но, тем не менее, всё-таки мне кажется, что это один из, может быть, хотя и, на первый взгляд, фантастических, но возможных кандидатов на некоторые достаточно древние связи в этом реале. Спасибо. Ну что же, теперь, да, наверное, выступление. Так, ну вот… По поводу «анту» хотел бы сломить. Дело в том, что в Малинском языке «человек» будет «анту» и вообще само название «андицы» это «андицы» это тоже «анту» и «лезгинский язык» по поводу того, что сказал Вячеслав Силович, есть интересная параллель с, конечно, семитским «алеф, нун, са», то есть афразийский «анч», у которого есть в амодских параллель «ант», «анта», «человек». Ну, это так, к слову. А по поводу выступления Ильи Якубовича, мне кажется, что это очень интересная и замечательная параллель, но она не объясняет большого количества вариантов семитских. Не очень понятно, как это слово могло распространиться по другим семитским языкам из акадского в таком количестве вариантов не очень похожих друг на друга. «Барзель», «где зэ», «где сэ», «где сэ». То есть хорошо бы над этим еще подумать и что-то такое поискать. Но наиболее существенная вещь, которую я хотел сказать, касается доклада Анны Владимировны. Аня, у меня есть серьезное возражение против вашей идеи вторичного отождествования с небом. Значит, если вы в какой-то степени принимаете параллель с шумерским «дингер», ни в какой степени, то есть вы считаете, что это никак не связано? Думаю, что это... Это было бы странно. Нет никаких оснований полагать, что это связано. Ну, это название божества и то, и другое связано с небом. Дингер, который пишется как знаком «Анн» для неба, восходит к пиктограмме «звезда». И у него есть очень хорошие параллели афразийские. Со значением «звезда» это амодские слова. Сейчас, одну минуточку я... Что-то мне поместило. Вы считаете, что афразийский язык родственен семитским? Нет, в семитских я ничего не нашел, в семитских похоже... А фразийским? А фразийский есть амодская, цингер, хингер и так далее. И есть кое-какие параллели в чатских, но это надо с Ольгой Валерьевной это обсуждать. Нет, ну как, ну в гире есть сессингера. Есть у тебя же, в твоей... А? Ну, я говорю, что чатские надо обсуждать с Ольгой Валерьевной Столбовой, но амодские довольно хорошие параллели. И если отсюда это идет, то, по-видимому, в шумерском передача этого, наверное, эмфатического латерального, кроме как Д, маловероятно, так что Д здесь вполне естественно. Если это так, если все-таки есть связь между Дингером и Тенгри, то тогда ее надо вести с запада на восток, то есть афразийские, африканские, там, амодские или амодско-чатские, не знаю, скажем, амодские, только в шумерске, из шумерского в тюркске, что, естественно, подтверждает теорию Алжаса Сулейменова о том, что киргизы прямые потомки шумеров. Вы считаете, что это афразийское заимствование в шумерском? А иначе невозможно фонетически это... Да, значит, я не представляю себе, каким образом пра-алтайцы в шестом тысячелетии, то есть перед своим распадом до нашей эры, который происходил где-то в Восточной Азии точно... Мог из шумерского что-то делать? Может быть, это прямо какие-либо? Может быть, это прямо из афразийского? Это тоже нельзя исключать. М из небес, наверное. М из небес. А где находились афразийцы афразийцы в шестом тысячелетии? Нет, в шестом тысячелетии... Точно не в Восточном Китае. В шестом тысячелетии они вполне еще могли сидеть в Передней Азии. Да, но алтайцы не сидели в Передней Азии в это время. Алтайцы могли не сидеть, могли быть какие-то промежуточные... А они сидели в Москве, в Китае. Ну, бывают такие случайные совпадения, но, по-честному говоря, я не очень в них верю. То есть, скорее, надо искать других объяснений, чем отвергать вот такие лобовые просто... Я не вижу особенно лобового совпадения здесь. Разные согласны. Фонетически с шумерским. Разный вокализм, как мы видели, это тангар. Тенгри, дингир. Нет, тенгри, как мы видели, вторичную форму. Вот. А, к шумеру не отличается. Да, мы тогда и снимаем. Ну, в общем... Честно, не зоню ничего, вроде гора и яма, но... Ну, я просто про то, что надо в затылке держать эту возможность. А вдруг что-нибудь... Найдется еще. Считайте, как я... Я не знаю, скажите, а что делать с этой пресепцией, когда идет декорция? Ну, мы можем прекратить сейчас и те, но сейчас ничего не случится. Если кто-то хочет сказать, то хотите... Хорошо, значит, всех диспутантов просим подходить и пользоваться прищепкой. Ну, я, наверное, сначала коротко отвечу на вопрос Александра Юрьевича. Честно говоря, наличие нерегулярных соответствий, безусловно, в данном корде, для бедя как раз является хорошим аргументом в пользу его заимствованного характера, потому что нам бы хотелось, чтобы в регулярных общесибитских словах были бы регулярные соответствия. Но я хотел... Одно замечание, или скорее вопрос, который возник у меня при докладе Владимира Антоновича Дебо. Был упомянут корень «ун» в германских языках со значением как будто бы «помнить», как мне подсказывают мои коллеги-германисты, который не имеет убедительной этимологии. А в лувийском языке существует глагол «уна», «уни», «знать», который также не имеет убедительной этимологии. И поскольку глагол с таким значением скорее хотелось бы считать общим индохетским архаизмом, я предлагаю посмотреть на то, нельзя ли их связать друг с другом. Спасибо. Я хотел сказать, что я совсем далек, например, от мысли, естественно, считать этот термин про семитский. Это, по-моему, ни в каком виде невероятно. Но предположение о том, что западно-семитские термины должны быть заимствованы из-за Акадского, мне кажется, как раз тоже странным. В этом смысле я согласен с Александром Юрьевичем, потому что, мне кажется, очевидных причин для этого трудно найти. Особенно вот угорицкая форма, которая содержит, по крайней мере, мигрофографии межзубной в кажется странным способом рецепции Акадского З. Мне лично. И колебания Б и П тоже при заимствовании из Акадского в западно-семитский именно при этом типе заимствования выглядит весьма странным и, по-моему, беспрецедентным. И я бы лучше думал в направлении независимого заимствования из анатолийских источников в Акадский и в один из древних семитских языков Сирии. В один, а в несколько? Ну, в один... Ну, как сказать... Арамейские формы типа парзеля совместимы с Акадским парзелью и ввиду тесных, очень тесных Акадско-Арамейских контактов это действительно вполне может быть аккадизм. Это одно. А еврейская барзель и угорицкая брвл, на мой взгляд, едва ли могут быть заимствования за Акадского парзелью и лучше для них поискать независимый путь заимствования. Ну, это независимый источник может быть не просто лувийским, а потому что исторически ведь известно, что хаты первые были открывателями плавки железной. Не хету-лувийцы, а хаты, то и древнее кавказоидное население. Поэтому, скорее всего, надо было бы исторически искать прародину этого слова где-нибудь в северокавказском. Спасибо большое за это замечание. Я кратко отвечу на него, что я, разумеется, не могу исключить двойного заимствования. Для этого также есть культурные основания. Дело в том, что вот это слово для железа, оно очень рано появляется в Маре. Ну, уже в текстах времени Зимрелима у нас есть псевдо-шумерограмма Бар-Зиль там. И с другой стороны мы знаем, что уже в среднем бронзовом веке, приблизительно в 1500 году до нашей эры, есть некий текст из Алалаха, который, если мы его читаем правильно, говорит об изготовлении, что ли, 400 копий из железа. И такое количество явно не могло быть изготовлено из метеоритного железа. Но что касается угорицкого слова, честно говоря, по моему мнению, вот, по крайней мере, в этом слове, а также и во многих других словах, я то, что транскрибируется Т и Д с черточкой внизу, как раз не читал бы в угорицком, как С и Д, я исхожу из гипотезы, что в угорицком уже произошел переход С и В Д В З В З и С Соответственно, что являлось промежуточным этапом на пути к А как они противопоставлялись обычным фонемам С из которые тоже есть в угорицком Ну, как вы знаете, в угорицком языке З и С это самые частотные сибилянты Я не знаю, что это самый частотный, а Д самый редкий, я прошу прощения, за пятьдесятки слов в угорицком Хорошо, давайте действительно про З обсудим с вами позже Мне кажется, что у меня есть некие графические аргументы, но мне хотелось бы как бы посмотреть литературу, прежде чем вещать здесь с трибуны Спасибо Одно маленькое замечание по поводу этого железа это очень интересный доклад Ильи, но дело в том, что подсчитано что на Древнем Востоке уничтожено немыслимое количество метеоритного железа То есть все метеориты, которые упали на эту территорию ушли на раннюю культуру и потом культура изобрела плавное железо Если хотите один из интересных аргументов для того, чтобы предположить, что все время есть какая-то серьезная связь с космосом гораздо более серьезная, чем мы думаем Поэтому надо быть очень осторожным в проведении границы между метеоритным и выплавленным железом У меня такое впечатление, что все-таки в это время продолжали доделывать эти гигантские ресурсы метеоритного железа, а хаты и хеты хранили это как тайну Поэтому все другие области до Железного века просто не знали Это было типа секрет атомной бомбы Это очень медленно распространялось по тогдашнему вообще медленному миру Спасибо Это вполне соответствует тому что есть по крайней мере два очень хороших прав российских названий для железа Это для метеоритных проблема только в том что могли ли из метеоритного железа что-то делать Очень много делали Вот не знаю мне археологи говорили что из него ничего не сделаешь толком из метеоритного железа То есть сделать из него топор или острие ножа какое-нибудь нельзя Но Делали украшения скорее Ну украшения да А одно из этих названий для железа вот это бир оно просто дает по разным языкам железа и изделия из железа Причем не бусинки а инструменты И это удивительно А второе название общая фразийская явная вот этот самый Сабаль Сибиль Оно тоже дает во многих языках Где название инструментов Так Йо А право Украшения Вот Кирилл Рюшетников он всегда так приходит Но в общем вот он просто у нас был запланирован на некотором месте В принципе мы могли бы оторвать 8 минут от перерыва и дать ему произнести его сообщение Давайте Давайте Просто Я хочу сказать что у нас небольшие изменения в программе Перерыв у нас будет не полчаса а час То есть следующее заседание следующий круглый стол начнется в 3 часа О Ну тогда тем более Это микрофон и это микрофон Это микрофон и это микрофон Здравствуйте, слышно меня? Прошу прощения за то, что я вне графика У меня очень простой сюжет соответственно по уральским языкам которыми я занимаюсь Я хочу рассказать об одном хорошо известном случае этимологическом и просто предложить еще раз подумать что же с ним делать Известно, что есть много заманчивых этимологий но часто их все же приходится отклонять по совокупности разных нерегулярностей и сомнительных обстоятельств Но бывает так, что этимология всем все-таки хороша кроме чего-то одного И вот есть в уральских такой очень характерный случай Есть А Иллюстративных никаких нету возможностей То есть нарисовать, написать ничего нельзя Ну хорошо, неважно Тогда тем более совсем коротко Существует хорошо известное финно-угорское слово которое реконструируется ну приблизительно как сон Дискуссии по поводу вокализма я сейчас оставляю в стороне Нам важно что это надежная этимология Это слово финно-угорское означает жило в смысле сухожилие Вот И оно хорошо представлено по всем финно-угорским языкам Как по финно-волжеским так и по пермским и по угорским оно есть во всех трех угорских языках В общем реконструкция надежная Вот И это даже один из тех случаев когда и с вокализмом нет особенных проблем Такое соотношение вокализма как в этом слое встречается еще в нескольких случаях по крайней мере и там вокализм можно довольно хорошо проинтерпретировать Вот И у этого слова есть самодийское соответствие которое на уровне просамодийской реконструкции выглядит как чен Вот в реконструкции Янхрон с поправкой на то что соответствующая самодийская африката которая здесь в начале слова видимо была не ц от ш о чем в частности убедительно писал Терентьев Вот Значит вот чен И это тоже значит жила и там есть еще некоторые другие значения В общем это случай безупречный Да и в части соответствия вокализма между финно-угорским и самодийским тоже вот это соответствие финно-угорского некоторого гласного и просамодийского оно тоже интерпретируется как я даже если у меня было больше времени я бы все равно не имел бы возможности об этом говорить факт тот что по вокализму это сравнение тоже приемлемо Вот и вроде бы его можно написать в так сказать легитимный уральский корпус вот но во многих источниках этого не дел это не делается по понятной причине загвоздкой является анлаутный консонантизм вот в данном случае в отличие от других случаев в уральском не вокализм а консонантизм потому что финно-угорскому с надежно восстанавливаемому для финно-угорского должно соответствовать т самодейское это хорошо известно вот а здесь вместо этого у нас твердое африката ч вот и нужно еще иметь ввиду каким образом различаются в прасамодейском т и ч то есть смычный и зубно-смычный и африката твердая они различаются только по южно-селькубскому только в южно-селькубске диалектах бывает не только не только т но и ч вот в одних этим многих других и никаких позиционных дистрибуции там не просматривается а с другой стороны это различие имеет регулярные внешние соответствия у самодейской африката ч которая восстанавливается только по южно-селькубскому существуют регулярные финно-угорские соответствия и это будет будет тоже африкат и то есть при финно-угорском с мы бы ожидали самодейская то и ты в южно-селькубскому также а при про самодейском ч которая значит заседейственно по южно-селькубскому мы бы ожидали совсем другие рефлексы в финно-угорском и в частности это было бы в финском языке в в угорском африкат и так далее ну вот и собственно говоря понятно что отклонять эту этимологию как делают некоторые особо регалистичные исследователи источники видимо не нужно но как интерпретировать данное соответствие все-таки совершенно непонятно и понятно что это один из таких случаев есть еще и другие но этот возможно один из самых характерных вот про ситуацию усугубляется тем что никаких альтернативных этим логических предложений я не знаю непонятно к чему это отнести это чем самодейская семантически безупречная да вот здесь к чему его отнести если не к финно-угорскому сона или сана и как я считаю вот и понятно что здесь возникают различные идеи гиперкоррекция там носители вот этого южно-селькубского диалекта сохраняющего ч там теоретически могли бы значит в случае когда у них было изначально тоже ты как у соседей да вдруг почему-то начать ориентироваться на те случаи когда у них на месте значит соседей ты в соседнем диалекте у них ч да и они сделали также с этой этимологии ты заменили на ч но это неубедительно да почему так не случилось других случаях да ну или вот как мы недавно предлагали считать это отдельным соответствием посмотреть нет ли все-таки других случаев такого соответствия допустим мы могли бы если такое соответствие есть ввести в уральский там например отсутствующим в реконструкции c и считать что вот есть такой ряд соответствий я ничего про это сказать не могу и просто я просто развожу руками что с одной стороны эти молодые хорошие с другой стороны она плохая из-за значит очень очевидный вещь все спасибо просто так совпало что именно в середине сентября рбгу сверстал программу ближайших ну ориентировочных программ предварительно ближайших гуманитарных чтений университета которые соответственно будут вас убежать на время 30 марта и если очень не скоро на другой стороне нужно выйти лучше в этом знать действительно заблаговременно и просто вот вниманию всех заинтересованных коллег если вы ваши коллеги хотят принять участие то тогда вы можете с этим внимательно познакомиться в переходе там стоит листочек проектом программы и подготовительных мероприятий которые начнут уже в конце сентября и общие контуры основных гуманитарных чтений и там же есть это тоже там не распадали любознательные студенты вот сейчас что это лежит можно взять материалы уже под опрос чтений 2008 года но тоже может быть спасибо большое ну тогда следующий полный стол у нас начнется в 3 часа но что .